Салют, салют, чемпионы! На повестке очередной информационный ролик. А с вами новости UFC и без предисловий сразу двигаем к подробностям. 11 номер рейтинга UFC Шон Стрикланд рассказал, на что способен Хамзат Чимаев, рассказав о совместных спаррингах. Шон рассказал, что несколько недель назад он с Хамзатом был вместе в Лас-Вегасе, и они на тренировке с Хамзатом устраивали чертову войну. Шон подчеркнул, что Хамзат ему отлично подходит как тренировочный партнер, потому что Хамзат никогда не останавливается и тренируется очень тяжело. А также Хамзат из тех парней, с которыми приходится биться до последнего вздоха. И на бой с Чимаевым нельзя выходить с мыслью перестучать его по очкам. Нужно только выходить с мыслью. Останется только один. Либо я, либо он, сказал Шон. Ну а далее у нас на горизонте экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. И как сообщается, Хабиб обошел Маргинштерна и Бузову в рейтингах самых успешных российских звезд. Место во главе рейтинга непобежденному российскому бойцу обеспечили два фактора. Доход за год 12 миллионов долларов и показатель популярности, зависящий от упоминания в СМИ, соцсетях, запросах в Яндекс, Гугл, а также количествах подписчиков в Инстаграм и Ютуб. С итоговым баллом 89,04. Нурмагомедов обошел популярного рэпера Маргинштерна и Ольгу Бузову, которые набрали 84,26 и Бузова, соответственно, 69,8 баллов, заняв вторую и третью строчку рейтинга. А также хоккеист Александр Овечкин, несмотря на то, что обошел Хабиба Нурмагомедова по доходу, входит только лишь в топовую десятку, уступив экс-чемпиону UFC в популярности в соцсетях, а также по запросу. Ну а далее сообщается, что Хабиб Нурмагомедов и Вадим Немков номинированы на премию World MMA Awards 2021. Хабиб номинирован по версии Submission года и бойцовский дух года за бой против Гейджи. Вадим Немков – интернациональный боец года, а также Ярослав Амосов – боец года, прорыв года и интернациональный боец года, Валентина Шевченко – боец года среди женщин, Ханза Чимаев – прорыв года и Мамед Халидов – нокаут года за бой против Скотта Асхэма. Ну а далее у нас экс-чемпион и один из лучших тяжеловесов в истории Степи Миочич, который в своем недавнем сообщении выразил недовольство политикой UFC и намекнул на готовность перейти в другой. Спустя двое суток другой чемпион UFC Аржун Булар бросил вызов Миочичу, написав «С удовольствием подрался бы с тобой Степи, тем более, что фактически я уже прошел три тренировочных лагеря. Готов к бою с тобой и точно знаю, как тебя разбить. Я разобью тебя во всех аспектах и закончу работу за моего старшего брата DC», – написал чемпион. Ну а тем временем к очевидному, и хотя многие этого не ждали, но популярность дает возможность. И данное сообщение очередное тому доказательство. Сообщается, что владельцы UFC подписали контракт с блогером-боксером Логаном Полом. Популярный блогер Логан Пол подписал контракт с менеджерами холдинга WME IMG, дочерней компанией которой является UFC. А кто еще не в курсе, сообщу, что WME является владельцем UFC, выкупив организацию за баснословный 4 миллиарда долларов. И теперь по факту, Логан Пол официально сотрудник компании WME и UFC. Также сообщается, что ранее интересы звездного ютубера в течение 6 лет представляло агентство CAA. Ну и на этом, дорогие друзья, наш короткий выпуск подошел к концу. Ну а вы поддерживайте ролик своими лайками. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был канал Новости UFC. Всего вам наилучшего, мира и добра. Пока-пока.